Уезжаешь вот куда-нибудь ближе к Уралу, в глубинку. Самара, вокзал самарский. Ага, самарский, самарский. Ну а сейчас мы проведем самый классный эксперимент. Пивом нужно наслаждаться. Я думал, у монастыря есть выход как минимум к реке. Наверное, самая-самая достопримечательность города Пенс. Самара-то едем в итоге? Едем, едем. Едем, едем. Сейчас вот поезд будет в 4 утра, говорят, что он до Самары идет. Я надеюсь, что он до Самары. Уезжаешь вот куда-нибудь ближе к Уралу, в глубинку. А здесь еще жизнь бьет ключом. Да, то есть все по-старому. Именно рыбка на прилавках, всякое мороженое. Сейчас такие станции встретить очень-очень редко можно. Каким фейсом? Смотри, мы в Самару приехали. Фейс-айди, в Самару, конечно. Опять все мимо Самары. Смотри, вон поезда, все, видишь это здание. Самара, вокзал самарский. Ага, Самарский, Самарский, не Самарский. Как сказала ребенок, мы Путыкину Гору приехали. Ой. Ну пойдем посмотрим, что за горочкой. Ну а мы приехали в Горпин. Сейчас я вам проведу ручек по нашему отелю. Отель-люкс. Две звезды. Смотрим и все переживаем. Итак, вот такой вот холл. У нас мы тут имеем вот такие вот вещи, где вешать. Шкафчики, еще шкафчик. Привет-привет. Дальше самое интересное. Это вот такая ванная джакузи. Я сегодня в ней буду плюхаться. Халатики. Сама по себе ванная. Прикольная. Такая классная. Дальше у нас идет вот рабочая зона. Раскладушка. Так как у нас 2 плюс 2. Большая спальная кровать. Сейчас помогу, сыночек. Вот. И вот такой вот вид из окна. Короче, вот такая вот комната. Это номер люкс в двух звездах. Сейчас мы проведем самый классный эксперимент. Наша самарская девушка будет показывать свою правоту. А мы ей даем задание, которое обещали в Нижнем Новгороде. А у тебя будет такое задание. У тебя будет очень интересное задание. Тебе надо будет выпить за 30 секунд 400 миллилитров пива. Ну, а Дарья на выполнение задания дается 3 епопы. Готовы? Ну. Начинай. Времени умолительно проходит. Надо придумать, чем мы накажем Дарью, если она не вложится в эти самые 30 секунд, потому что пьет она очень медленно. Это пиво. За 30 секунд она так не успеет. Нет, видите. Я не успею за 30 секунд. За 30 секунд, пока ухажет. Не страшно. Пиво нужно. Насрали гадиться. Насрали залпом много пивайте. Вот в этом и есть огромная разница русского менталитета и голландского. Голландцы его фигачат просто как газированная вода. А наши русские всегда находят какую-нибудь обмазку. Снова утро. Всем привет. А у нас задача по городу Пензи. И самая первая задача, да, найдите место, где вы позавтракаете. С этим местом будет проще. Мы нашли его вчера. Туда и пойдем завтракать. А потом получим новые задания. И я так понимаю, что они придут именно в момент завтрака. Кстати, Пензи город небольшой. Я уже понимаю, какие могут быть задания. Да, ну, во-первых, здесь большое количество монастырей и соборов. Второе, это, конечно, здесь есть тот же самый Пензинский Арбат. Все то же самое, что и в Москве, что в любом городе России. Без них просто никуда. Ну и, скорее всего, мы пойдем на границу, на границу с монголо-татарским пивом. Надеюсь, что сегодня будет день чисто прогулочный. А не будем где-нибудь что-нибудь есть, что-нибудь пить или куда-нибудь забираться. Хотя город такой, что забираться все равно придется. Я кушать хочу. Да, от тебя это и всегда и ожидается. Я кушать хочу. Ты по городам России ездишь. Только поесть, поесть и поесть. Я фуд-блогер. Все, я дегустирую еду. Если еда вкусная, значит ехать можно. Вот и будешь есть сегодня пензинских, а не французских лягушек. Все хорошо. Ну вот что-что. А синих тракторов, наверное, в России, они есть только в Пензе. По-другому внимания на них, ну просто не обратить. Ну это тот самый Пензенский Арбат. И, кстати, очень прикольно он начинается. Почитали табличку, да? Даю слово. Кто раб помещика, тот свободен. Вообще на этой московской улице должно быть много кафе. Я знаю, что здесь много магазинов. Но одно из кафе точно находится. Здесь мы идем именно туда. Ну а потом по московской вон в ту самую-самую даль. Как я уже сказал, сегодня мы предугадываем задание нашей редакции, потому что ничего нового по Пензе они не придумают 100%. А, я Пензенский хорошо знаю. Вообще это улица до вокзала идет. Еще до педагаза, а то с утра по ней до вокзала. Да, с чемоданами, детьми, пешкодралом до вокзала. Че нам стоит дом построить? Машину все равно в аренду мне дали. Тогда ты понесешь детей. Нет, я понесу чемодан. Нет, ты детей. Нет, я понесу чемодан. Там новое задание пришло, я уже вижу. Да, соответственно, нам говорят найти лучшее, самое фотогеничное. Место Пензе. Ты куда полез? У меня уже у него пришло. Нет, но здесь же граница с монголо-татарским мэгом. Но, видимо, фогеничное место сто пудово там. Что значит, что это? Подавим тебя в монастырь сдать. Мужской? Женский. Печальный. Хотя нет, тут два монастыря. Один женский, один мужской. Я в женский, ты в мужской. Согласна. А ты куда? Я в дом. А вот так вот у нас младший отдыхает. Пока родители завтракают, младший спит на подоконнике среди подушек. Мы что, опять первые, что ли? Первые. Классно. Что ты без нас делал с российскими сторонами? Ну, я не первая. Единственный заказ. Это не ход-то. Это не ход-то. Это детский завтрак. Это горох, ешь его. Нет. Пойдем, как всегда, на ПП. Пойцы готовят, как пахода. Ну что ж, позавтракали в местной пельмешке. На самом деле, очень вкусно покормили. Ну, а и обошлось это вот на 4-х человек в 1000 рублей. Ну, а теперь идем выполнять задание. Искать самую классную точку, смотровую площадку на реку Сру. Где она тут находится, фиг его знает. Ну, а Пензенский Арбат, а именно вот эта Московская улица, очень интересна тем, что здесь большое количество таких купеческих домиков. И по ним очень приятно гулять. Единственное, что по сравнению с Самарой, нету здесь для десятков великанов в самом конце. Но Самара этим и славится. А здесь даже ворона нету, как в Воронеже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а мы гуляем по городу и, соответственно, ищем самую лучшую смотровую площадку на реку Сру. Ну, конечно же, мое мнение такое. Нужно дойти до речки, а там найдем, где лучше ее видно. А что в итоге получится, посмотрим. Вид, конечно, шикарный. Но это не тот вид, который мы ищем, будем искать еще. Ну, а вы ставьте лайки и будем смотреть. Да, может, этот вид вам понравится больше. Ну, пока гуляем по Пензе сменили наездников. Младший теперь в одном месте, старший в другом. И идем смотреть на монастыри. Здесь и мужской, и женский монастыри. Причем друг с другом соседствуют. Из женского монастыря девчонки, скорее всего, перепрыгивают через забор, чтобы попасть в мужской монастырь. Из мужского монастыря в женский монастырь. Субтитры делал DimaTorzok Чеплица. Монастырь полностью самообеспечен. Я думал, у монастыря есть выход, как минимум, к реке или хотя бы вид на реку. Но у монастыря вида на реку нет. Остается думать, а где может быть хороший обзор. Это уже вызывает проблемы. Те места, которые, я думал, этих обзоров не имеют. Ну и вот она, река Сура. По-хорошему, это пограничная река. И за ней должен начинаться Татарстан. Или владение монголо-татарского иго. Сейчас там Пенза с номером 3. Ну, вот это местечко уже более-менее смотровая площадка на город Пенза. Я думаю, что вот этим можно закончить наше задание. Ну, а посмотрим еще на одно. Здесь уже есть прекрасный вид на монастырь. Прекрасный вид на реку Сура. И, соответственно, можно увидеть город Пенза. А вход в мужской монастырь, похоже, закрыт. Он, скорее всего, действующий. И посещение там ограничено. Это основной собор города. Смотрите, как классно он смотрится с этой точки. Такое ощущение, что здесь был не только собор, но и своеобразный Кремль. То есть та самая крепостная стена, тот самый крепостной форт, который должен был оповещать о нашествии монголо-татарского игоря. Может быть, обедать пойдем? Я думаю, тут, а нам надо. Пойдем пообедаем. Пойдем заодно и спиногрызг поддохнуть. Ну да, полежат. Пока мы ищем смотровые площадки, где можно посмотреть на реку, на город, решили зайти перекусить в небольшой ресторанчик. Он прямо против классной смотровой площадки. Название ему – Старый вал. Очень такой комфортный, с большим банкетным залом, но самое классное здесь – это веранда на улице. Смотрим, чем нас порадует в этом ресторанчике. Да, Дарья не знала, что Томп Ям – это урок острый. Я знала, потому что это как-то стремно острый. Так это чехлопеньо. Чисто русский, а не мексиканский. Дымится. Чуть-чуть ты туда налешь, что у тебя все дымится. Класс. А почему он кипит? Он реально свежий. Кислым вроде не пахнет. Ну, если он кислый, значит, я отравлю себя, чем он ничего не покажет. Круто, вкусно. Наверное, самая-самая достопримечательность города Пензы – это оборонительный вал. Пушка стоит, но мешают дома. Всю территорию, которую она должна покрывать, не видно. Вот дома здесь реально лишние. То есть, если бы домов не было, можно было бы видеть те самые земли монголо-татарского ига. Ну, те смотровые площадки на Пензе, которые я знал, я вам показал. Теперь посмотрим, что нам предложат к осмотру Дарья. Дарья, задай вопрос, куда мы идем? На пароходной лидер кататься. Куда мы идем? Мы по полной. На теплоходе? Нет, не по полной. Это что такое? Это что за вид транспорта? Проходик? На каком транспорте ты поедешь кататься? Расскажи, пожалуйста, на пароходике? Да. Это ипохондрик? Нет, за стороны платья есть и пойдем. А тут стою. То есть, ты точно знаешь? Я от этого города уже не знаю. Ну, тут стою. Куда идем-то? Мы идем вон туда, вон на теплоходах, наверное. На теплоходах, трамваях, я не знаю, как это здесь называется. У нас по местам называется это теплоход поглушный. А на этой набережной, походу, лежаки есть? Нет. А вон, смотри. Замечательный вид, да? Смотреть на лежаков. Пять лестниц, опять лестниц, сколько ж можно лестниц? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думал, что в Москве река только размером с Андрея, но похоже, здесь в Суре то же самое. Вот вы говорите, сено, сено во Франции, нифига, сура, в России. Не найдя смотровые на суше, мы будем искать смотровые, хотел сказать, с моря. Ну ладно, с реки, с ура, сейчас ждем нашего отправления и пойдем гулять по реке, посмотрим на город с другой стороны. Ну а смотрев город поверху и найдя одну единственную смотровую площадку, мы сейчас будем осматривать город с реки Суре. Самая быстроходная река, именно здесь, в Пензенской области. Будешь смотреть, как управление, иди сюда садись. Дорогие пассажиры, я буду что-то в маня. Меня зовут Данил, мне 20 лет, я отдаю, сейчас вперед, опущу. Может быть, вы обратили внимание, у вас на обложке есть рундукет. Рундукет, уходится, я опять послать ему вот, что вы выполнете. Они нам не понадобятся, но я обязан вам сказать, что они на нашем учебе. А свисток-катакол на них есть? Свисток-катакол на них есть? Свисток есть, фонарик есть. Родиция степетишки, а больше, по-моему, было. Уживайте особое внимание, чтобы вы не садились коленочками на сиденье, на шарф, вы не специализируете, но я не рад, как он сейчас. Потому что если кальтер рядом будет вот, может быть, будет волна. Не бы слабый, не бы сильный, это неизвестно. Вы можете выходить на мост, фотографироваться, будьте как Ситадовы. Ну, давай еще раз. Хорошо прогулки. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, виды вообще потрясающие. Может быть, Дарья и права с реки на Пензу смотреть прикольнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пишите про ту, которую я показал. Мне за это премию дадут? Угу, дадут. А ей не надо. Зачем ей премия? Ей деньги не нужны. Ну, а мы снова в горку и пойдем в ресторан, в котором можно поужинать. Конечно, закат нас там не ожидает. Закат будет с другой стороны. Но, я думаю, хороший ужин нам свечет. Субтитры сделал DimaTorzok А, ну вот реально, сейчас приходится проводить мастер-класс. Каким образом выпить пол-литра пива за 30 секунд. Вот вчера Дарья не справилась, а мне сегодня отдувайся. Ну, давай, мастер-класс. Насчет 3? Насчет 4, да. Пиво пьется в 3 глотка. В основном выпивается серединка. Вначале чуть-чуть, чтобы распробовать. Ой, сложно пойдет. Второй глоток. Андрей. Блин, не уложусь в 3, но постараюсь. И уже 30 секунд прошло. Письмо нравится. Вот такая классная сковородочка нам пришла. Ну и помимо вот такой вот классный стол. Я могу сказать, вот этот вот самый классный ужин нам обошелся всего лишь в 3 тысячи рублей. 30 долларов, Карл. Это не такие большие деньги. Но мое ощущение от Пензы такой иностранцу. Здесь будет сложно с ориентированием. Мало того, очень короткие светофоры. То есть, ну все, дороги сделаны для машин, а не для пешеходов. То есть, быстренько перебегаем и так далее, там подобное. Потому что 20 секунд, ну, ребята, это реально ни о чем. Ну, а в общем, посмотреть, да, есть что. Можно с реки посмотреть на Пензу. Можно посмотреть, соответственно, просто прогулявшись. Есть одна-две смотровые площадки. Можно, конечно, было сделать больше. Но они все же есть. Ну и так, судя по Пензе, город-то пустой. Народа не особо много. Поэтому место реально классное. Ну и не в обиду будет сказано, что в Пензе это как, соответственно... А, ну, наверное, в Канкуне, да. То есть, ты зарабатываешь деньги, и твоей зарплаты хватает не только на жизни рестораны, но, соответственно, и на прогулку, на жилье в этом городе. Интересно, а замок стали запускать? Может, в нем призраки? Не прискорбно, место интересное, но... Скажи что-нибудь, пару слов. Наличие личного автомобиля не имеет роли. Вчера шарухались по Ширяеву. Дофига дому. На самом деле, даже меньше, наверное. Честно скажу, задание из редакции нелегкое. Реально, находимся в Самаре. А, безусловно, здесь подниматься легче, чем Бачкаловская лестница. Во, еще одна дырка. В эту дырку идем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова